Здарова уважаемые танкисты и конечно же аркадники, сегодня в видео у нас будет Т-90, это наверное самый захейченный топ ветки СССР. Мало того, что он по КД раньше играл на дне списка, он еще обладал такими проблемами как плохое наведение, ужасный задний ход и хрустальная казна. Все эти проблемы делали из танка пассивную машину, на нем приходилось стоять и просто терпеть. Сейчас же все поменялось, конечно же кроме проблем, они никуда не делись и они так же остались. Поменялся сам матчмейкин, теперь Т-90 играет по КД в топе, очень часто мы попадаем в топ и очень не часто на дно списка. Ну а попадание в топ позволяет нам пробивать все танки в силуэт. Снаряд тут топовый, 3БМ60 с пробитием 580 мм, дамажит он если честно не очень хорошо, иногда ваншота, иногда какие-то попадания, тут видимо зависит от погоды. Также есть в наличии тандемный ПТУР, СПО, тепловизор хорошего качества, ТДА, ну и конечно же лазерный дальномер. Играя в стоке на Т-90А вам придется страдать на кумулятивах. Потом вы конечно прокачаете 3БМ42, тоже рандомный урон, но это куда лучше чем кумулятив. И катать вам на этом ломе придется очень и очень долго, ибо 3БМ60 находится на последней ветке. Получается пока вы не прокачаете себе топовый лом, вы будете ощущать себя турмсоводом 2.0, которого не пробивает ВЛД. Казеночка отлетает с любых попаданий, заднего хода как нет, так и не было. Ну а медленное вертикальное наведение это уже классика советской ветки. На данный момент Т-90А играется довольно приятно. Он также ваншотится в каток, как и любой советский танк, но теперь топливные баки сжирают снаряды. Что позволяет нам иногда впитывать ламы в борт. Если брать геймплей на этом танке, то Т-90А в стоке это как Т-72Б89 года в топе. Катать его однозначно стоит, ведь можно собрать довольно себе неплохой сетап. Т-90А, Т-80УМ2 и модерну, если конечно у М2 и модерну у вас есть. Ну а если у вас ее нет, то придется ставить Т-72Б89 и Т-80Б. Не, ну есть конечно еще спрут на 10-0, который можно поставить и использовать первым пиком, но на нем на мой взгляд вы будете умирать чаще чем на Т-90. Если вы хотите реально что-то набивать на Т-90, то нужно немножко играть пассивно и потихонечку продвигаться, как я сделал в этом видео. Я проехал вниз, поджал, подождал когда быстрые танки проедут, встретил их и поехал дальше. Получается играл агрессивно на полупассивном танке. Старался играть лучше и пытался победить. Что нельзя сказать о моей команде. Одни летят сливаются, другие стоят просто охраняя дот на топовых танках, на которых нужно давить вперед. Нашел я одного танкиста в своей команде на Леопарде-123, пытался немножечко его смотивировать ехать вперед, но он выбрал стоять дальше. Ну а как я говорил раньше, чтобы победить Вар Тандер в соло, нужно играть за двоих, за троих, а то и за десятерых. Стараться лучше и не допускать ошибок. Что я сделал в этом видео, просто поехал дальше набивать фраги. Набил, сделал ядерку и благодаря только этой ядерке, вот этот чел, который охранял дот, он победил. Вот эти вот кемперы, которые стоят на одной позиции на респауне и ждут весь бой ради одного фрага, тоже не есть хорошо. С одной стороны он как бы и не сливается, с другой стороны он и не делает фраги, его просто нету. Он таким же темпом мог спокойно посидеть на парашюте или в ангаре. Зачем тогда он заходит в бой, я вообще понятия не имею. КДшечка кстати у данного пациента была 0.3, что как бы намекает на то, что он играет так всегда. И видимо в этом есть какой-то шарм, ну по крайней мере для него. Я считаю так, что если танк способен куда-то ехать, то на нем нужно ехать. Даже банально встать на центре, если ты хочешь покинеперить, найди позицию такую, где ты сможешь стрелять, а не просто стоять смотреть в одну точку в надежде, что кто-то когда-то сюда приедет. В начале видео я просто тоже по сути сыграл по кемперски. Встал, подождал, сделал три фрага и поехал дальше. Почему не сделал этот танкист на леопарде, понятия не имею. Хотя по подвижности леопард довольно быстрая машина и на нем может занимать очень приятные позиции. Но видимо это не тот геймплей, ради которого играет данный пациент. Досматривайте видео до конца, уважаемые танкисты, навалите побольше лайков, ну и пишите, что думаете вообще о кемперах в артандере и как часто вам приходится тащить в одного. В описании под видео есть ссылка на дискорд, телегу, а также мою эфиральную ссылку. Перейдя и купив что-либо по ней, вы тем самым меня поддержите, а также получите мою наклейку. От себя же хочу вам пожелать приятных боев, поменьше таких донатных клоунов, ну и побольше побед. Обязательно досматривайте видео до конца, ну и почаще заходите на стримы. Приятного просмотра. А можно дамаг, нет? А дамага не будет походу. Но он обиделся, блядь, что я его скинул. Так, проехал. Это лодка. Это бредля. Ай, блядь. Я допустил ошибку. Я не посмотрел, там оказывается второй был еще. Ну, можем на шортик бахнуть, да. Если хотите. Сколько еще стоит? Х5? Да, Х5. Бредит Николаевич. Ствол поднимается. Спасибо Паше за урон. Ну, это жертва была вынужденная. Блядь, казну пожелтел ему. Блядь, терпим. Сука, не хватило. 12 очков до ядерки, блядь. 12 очков не хватило. Чел на последнем месте так сидит, блядь. Ну, можно посидеть страйкера, если добьют. Ядерку дадут. Ну, а кто добьет страйкера? Ну, либо челленджера. Да-да-да, я думаю. Потому что я по двоим попал. О, есть. Да этот секунд так и стоит там. Я даже не удивлюсь, что он там так и стоит. Просто за дотом, блядь. Обасанец, блин, на леопарде. У них много танков. Поэтому я его и толкал. Думаете, просто так, что ли? У челов там фул пачка абрамсов. Просто, ну, они душнилые, очень сильные. Их, как бы, нужно побеждать. Оно стоит просто на мертвой позиции и ничего не делает. Давай уже главного ящера. Босс монстр. Стерва 122 ПЛСССС. Так, мне надо победить в этом бою. Профизносу. Блин, значит, трайкеры что-то не умирают. Капец, вот он бортом стоит два попадания. Радиатор какой-то там. Ну, теперь хотя бы радиатор за модуль считается. Из-за него хоть какие-то очки дает. Ну, тут только ядерка спасет. Я боссанец на леопарде. Все. Слушай, его там нету, походу. Он куда-то убежал. Он куда-то убежал. Ну, капец, вот. Лучше бы он просто ливнул и все. И он никому бы фраги не дарил. Вот эти вот кемперы, сука. Они эффективности дают ноль. Они только привозят фраги. Лучше бы, чтобы он просто съебался с одной смертью в ангар. И все, и про него забыли. Тем самым на нем бы фраги никто не набивал. Когда ты играешь против целой кучи абрамсов, то это больно. Ну, они потому что могут спавниться бесконечно. У них там в сетапе по 3-4 абрамса. Они одного, второго, третьего, четвертого берут. Когда там, допустим, БВМ сливаешь, берешь уже танк похуже. А они берут абрамсы по сути той же эффективности. И все. И у них постоянно идет натиск этот. Одной и той же мощи. Она не снижается. Бля, кемперок, конечно, жесткий. Попался.